МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Спонсор выпуска – торговая сеть «Империя». 14-летняя Дарья Буравель, без вести пропавшая 20 октября в Краснокаменске, найдена мертвой в одном из дачных кооперативов города. На теле девушки полицейские обнаружили следы насильственной смерти, ссадины на лице и туловище. По подозрению в убийстве Дарьи был задержан ее 18-летний знакомый. После совместного застолья мужчина провожал девушку, ударил ее кулаком по лицу. После этого девушка потеряла сознание, и молодой человек спрятал ее тело неподалеку. В ходе осмотров следователи изъяли образцы веществ и предметы, по которым назначены экспертизы, в том числе и судебно-медицинская, для определения причин смерти девушки. И экспертиза ДНК по образцам, изъятым у подозреваемого. Также следователи располагают данными, что убитая Дарья Буравель нередко появлялась нетрезвой в школе, а ее мать систематически злоупотребляла спиртным. Однако ни та, ни другая не состоят на учете в полиции и других органах. Сладкая жизнь обернулась горькой правдой. Оказавшись в списках продавцов БАДов, через некоторое время клиент из обычного потребителя переводится в ранг тех, на чем доверие можно неплохо нажиться. Об изощренных атаках мошенников наш следующий сюжет. Клавдия Семеновна вот уже несколько лет зависима от инсулина. В какой-то момент женщина поверила, что от коварной болезни появилась панацея – дорогостоящие биологически активные добавки. Так жертвователь рекламы заточила себя в БАДовую клетку. Раз от раза чудо-таблетки дорожали. Однако это Клавдию Семеновну не смущало. Всю пенсию она на протяжении года отдавала производителям добавок. Когда же от псевдолечения отказалась, ее деньгам мошенники нашли другое применение. После 20 апреля поступил мне звонок от, как он представился, следователь. Спросили, вы покупали, ну, БАДы вот эти вот. Я говорю, да, я покупала. Он говорит, мы эту компанию разоблачили, и вам нужно написать заявление, чтобы вас защищал бесплатный адвокат. Вы, говорит, напишите, отправьте, дал адрес, и отправьте госпошлину, чтобы ваше заявление зарегистрировано. Только почему-то госпошлину требовалось оплатить не совсем стандартным способом. Деньги женщина перевела на частный счет карты. Первоначальная сумма была около трех тысяч рублей. Дальше большие расходы с каждым днем увеличивались. Необходимо было внести оплату за новые услуги. Потом опять уже звонит адвокат. Представился Инцов Евгений Викторович, нужно вам написать заявление. Опять же, госпошлина 770. Внушительную сумму присудили, но с небольшой оговоркой. Необходимо разморозить банковский счет, на котором лежат деньги. А для этого нужно перевести на карту благодетелям 30 тысяч рублей. Чуть позже аппетиты услуживых мошенников разыгрались. Теперь уже деньги требовались на страховку в размере 565 тысяч рублей. Я ему сказала, мне такие деньги нигде не нужны. Просто вы мне верните мои деньги, что я затратила. И все, на этом расстанемся. После потянулись из вороты. На том конце провода говорили, что работают от имени некого заместителя прокурора Забайкальского края, Соснина. К слову, такого на службе закона не числится. Затем наступил период тишины. За это время женщина осознала, в какую трясину ее затянула чрезмерная доверчивость. По сей день она не распространяется о том, что энную сумму денег перевела на счет фальшивых следователя, медэксперта и адвоката. Говорит, стыдно в таком родным признаться. Мошенники пользуются тем, что часто материальными благами какими-то. То есть сообщают им о том, что вам необходимо вернуть деньги за медицинское обслуживание, какие-то покупки БАДов, еще чего-то. Здесь также два способа получения денег. Либо если у граждан есть банковские карты, то стараются они получить такой же код доступа к этой карте, чтобы в дальнейшем уже все деньги перенаправить на свои счета. Либо просят как внесение налога за получаемую сумму денег. Если уже совершилось преступление и граждане поняли, что их действительно обманули, в первую очередь, конечно, необходимо обратиться в полицию. Правоохранители повторяют, что вычислить таких аферистов сложно. Часто работают они в других регионах. Главное оружие против мошенников – бдительность. Марина Лиханова, Валерий Широков, ЗАП-ТВ. По воде, как по суше, пройти не получилось. В дежурную часть поселка Дарасун поступило сообщение, что на острове посреди Ингады застряли двое несовершеннолетних. На место выехали двое сотрудников и начальник отделения. Оказалось, что двое школьников по ледяному затору прошли на остров, находящийся в 50 метрах от берега. Но поднявшаяся вода разрушила наледь и отрезала путь назад. Полицейские позвали на помощь местных жителей, у которых была лодка, и уже на ней, расталкивая веслами льдины, добрались до острова и вывезли мальчишек на берег. А у меня на этом все. До свидания и берегите себя.